Аналогичным образом устроена и полная специализация шаблонных функций. Давайте разберем это на примере шаблонной функции swap. Шаблонная функция swap принимает два однотипных аргумента по ссылке и меняет их местами. Наиболее общая реализация этой функции могла бы выглядеть так. Мы сохраняем значение левого аргумента в переменной TMP, мы присваиваем левому аргументу значение правого аргумента и после этого присваиваем правому аргументу значение левого аргумента, сохраненные в переменной темпы. Такой подход отлично работает со встроенными типами. Он также будет работать с пользовательскими типами, у которых есть конструктор копирования, который мы здесь вызываем в первой строке и оператор прислаивания, который вызывается второй и третий строк. Однако могут быть пользовательские типы, у которых нет оператора прислаивания, а конструктора копирования — они могут быть запрещены. Но при этом для такого типа может быть определена операция swap и реализована, например, как метод swap. Давайте рассмотрим полную специализацию этой шаблонной функции для такого типа. Ну, будем считать, что у нас есть некоторый тип database, у которого нету конструктора копирования оператора присваивания, но есть метод swap. Для такого типа мы можем специализировать эту функцию, точно так же, как и с классом, мы сначала пишем шаблонный заголовок с пустым списком шаблонных параметров, и после этого определяем специализацию функции swap.database, swap для класса database. Внутри этой реализации мы вызываем метод swap. Кроме классов, у которых нету конструктора копирования оператора присваивания, могут быть еще пользовательские классы, у которых есть конструктор копирования оператора присваивания, но они довольно трудоемкие. И получается, что для того, чтобы поменять две переменные местами, нам приходится делать очень много работы. Ну, например, класс массива. Если мы вызовем метод swap, описанный внутри массива, то мы там просто поменяем несколько указателей, а если мы будем применять эту функцию swap к этим массивам в таком неизмененном виде, то мы там эти массивы трижды скопируем. То есть сначала скопируем, потом дважды присваиваем, что довольно трудоемко. Для таких массивов тоже можно реализовать. Но вот может быть проблема, что такой класс, он шаблонный, в свою очередь. Для таких классов нужно определять не специализацию шаблона, а перегрузку. Давайте посмотрим, как это делается. Мы определяем просто новую шаблонную функцию. У нее будет свой список шаблонных параметров, но типом параметра будет не t, а r и at, например. И внутри мы сможем вызвать метод swap из этого массива. У разницы между специализацией и перегрузкой мы поговорим на следующем сайте.